Если бы меня попросили описать новый анимационный сериал о приключениях знаменитой расхитительницы и гробниц лишь одним словом, то я бы, наверное, выбрал слово «стандартный». За исключением парочки «но», одно из которых вынесено в название, это стандартно средний проект по видеоигре в каждом своем элементе. Стандартный визуал для подобного уровня творения от Netflix. Стандартный для жанра сюжета спасения мира. Стандартный антагонист со стандартной предысторией и стандартными мотивами уничтожить все на свете из-за когда-то пережитой стандартной личной трагедии. Стандартная комбинация персонажей, стандартный набор ситуаций, локаций и поворотов в истории, легко применимый для практически любого приключенческого движника. Стандартное количество отсылок к видеоигровой серии. В новой Ларри Крофт нет абсолютно ничего выдающегося смелого или оригинального. Отчасть из перечисленных стандартов, так и вообще сходу улетает в категорию минусов. Но при этом, прям ужасного тоже нет. И оставшиеся стандарты для меня лично оказались вполне приемлемы. И я даже в целом всем увиденным по итогу не прям доволен, ладно. Но некоторое удовольствие получить смог. Сериалу как-то все же удалось поддерживать мой интерес на протяжении 8 своих серий первого сезона. А за счет чего ему это удалось? И чуть подробнее про негативно и положительно окрашенные стандарты, я расскажу дальше в этом видео. После которого, кстати, скорее всего я прям уже официально стану амбассадором слова стандартно. И сначала про минусы. Визуал одна из самых слабых сторон сериала, как по мне. Из-за двух вещей. Во-первых, красивые и детальные задники и окружение плохо сочетаются с более простой рисовкой персонажей. Сама по себе рисовка приятная, несмотря на упрощенность. Но зачастую из-за освещения, на контрасте с другой стилистикой фона, персонажи ощущаются вообще неорганично в него вплетенными. Как будто их при фотошопе ли эффект зеленки создается. И это очень странно в рисованном виде смотрится. Картинка сразу какая-то стерильная и искусственная. Второе и намного хуже сказывающиеся на восприятии визуала это анимации. Топорные, неаккуратные, 3D местами засунуто нелепое. И все это очень дешевит картинку. В статике и разговорах еще куда не шло. Но вот в динамичных сценах от внешнего вида происходящего на экране становится прям больно. А сериал ведь не в последнюю очередь проекшен. Ключевого антагониста я тоже все-таки запишу в минусы. Ему вроде и попытались дать какую-никакую предысторию, чтобы логично объяснить его мотивацию к уничтожению мира. Потеря близкого, детская травма, внутренняя борьба и так далее. Но не сработало. Слишком прямо, слишком широкими мазками. Да и разобрались с ним в финале чересчур просто. Особых проблем он не доставил и раскрыться нормально так по сути и не успел. При этом мог получиться вполне харизматичный злодей. Ведь дефолтный, но неплохой в целом дизайн персонажа и Ричард Ормитаж на озвучке. Мотивации хоть какие-то дали, норм же казалось бы. Но вот по итогу оказалось недостаточно. И персонажей второстепенные все в эту категорию. Нормальные, но не выделяющиеся ничем. Их образы быстро схватываются, их достаточно для поддержания имеющегося сюжета. Приятные они в общем, но одномерные. Наверное, если рассматривать их сквозь призму видеоигровой трилогии, то ситуация будет иной. И характеристика моя для них изменилась бы. Но актуальные Томбрейдеры я скипнул. Знаю о происходящем лишь в общих чертах. Для меня Лара Крофт закончилась где-то на Ледженд и Андерворлд. Так что могу похвалить единственное, что несмотря на прямое продолжение трилогии, сериал и в отрыве от сюжета игр воспринимается вполне норм. Вопросов или непониманий нет. Просто отдельная история и персонажи в ней органичны. Да и прям намного больше их узнавать мне в целом и не хотелось. Понравилась только Камила, подруга Лары. И их линия такая, теплая, приятная. Разобрались в отношениях, снова как сестры. Хороший момент. Мне вообще больше всего здесь заходили как раз сцены просто какого-то общения мирного, между делом, о житейском, человеческие реакции на происходящее. Движ в особняке, Лара на площади, свадьба Ионы и Эбби в конце. Сейчас вот думаю, что как будто бы с удовольствием посмотрел что-то в жанре повседневности с Ларой в главной роли. Как она пытается жить обычной жизнью, без приключений, трудности социализации, простая работа, быт и так далее. Потому что эта версия Лары мне нравится. Как я понимаю, тенденция к более живому и человечному, более реалистично приземленному образу героини как раз с последней трилогии игр и началась. Мисс Крофт, конечно, все еще дофига всякого может. Нереальные прыжки, файты, трюки и победы над любыми врагами, даже мифическими существами. Но при этом она уязвима. Не все у нее получается с первого раза. Иногда она неуклюжа. Ей больно, она страдает. У нее синяки и раны, бывают травмы. Она пьет и не прочь подраться. Ей нужно принимать ванну, чтобы вкусно пахнуть. Она смеется, она плачет. Эта Лара дерзкая и уверенная. Но нередко она слаба и ранима. Можно, конечно, сказать, что вся выписанная линия с призраками прошлого и мучительными попытками это самое прошлое отпустить. Прямая и банальная. Театральные диалоги и избитые фразы. Груз вины, недоверие окружающим, трудности социализации и невозможность открыться даже друзьям. Нежелание признать свои слабости и попросить помощи. Излишняя эмоциональность, хотя она же типа психологически ко многому уже подготовлена. Да, все так. Это классическая история преодоления себя и роста как личности. Штампована как по нотам, но мне зашло и в таком исполнении. Эти штампы сработали. Героиня правда ощущается живым человеком, а не набором героических функций. Мне ее и жалко было моментами и сопереживать получалось. Я всегда любил персонажа, но теперь он еще и ближе к Дрейку или Индиане Джонсу по вайбу и так точно лучше. Сближение с друзьями тоже, хоть и банально, но проникнуться можно. Героиня потихоньку исцеляется ментально и наблюдать за этим приятно. Многие, наверное, захотят возмутиться внешности новой Лары. Типа слишком накачанная, грудь не такая большая, оттенок кожи странный. Здесь я тоже проблем никаких не увидел. Есть, конечно, повесточный след. Понятно, в какое время живем. Но тут, в разумных пределах, как по мне, образ жизни вполне оправдывает такую физическую форму и конституцию тела. Разумеется, нарочито сексуализированную Крофт никто бы не отказался увидеть. Я в том числе. И здесь она явно не такая. Но и до высказываний из категории мужик, транс и так далее, точно героини далеко. И кожа меня тоже не смущает. Мисс Крофт, как ни крути, явно европейка. И европейка вполне симпатичная. И несмотря на подкачанность, она женственная. Часто вайбит, как свой пацан. Но при этом ведет себя во многих ситуациях, как обычная молодая девушка. Реакции, мимика, интонации, движения. Нынешняя Лара отказалась намеренно быть аристократкой. Хочет вести себя, как хочет. Шутить не по-английски. Резаться в карты с софиками на аукционе. Вместо ведения светских бесед. Если платье вечернее, то с кедами. Дезодоранты для лохов. Но выглядит она хорошо. И есть у нее интересный характер. Эта Лара обаятельная по-своему. И во многом, это заслуга Хейли Этвелл на озвучке. Хорошо образ схвачен. В персонажа актриса попала. Костюмы классические на месте. Два пистолета будут. Ледоруб под рукой. Крюк кошка. Шортики вот жалко, что только чуть-чуть в самом начале. А потом чисто штаны. Но в целом, все ок. Как по внешке, так и по характеру. Сериал про Лару Крофт. Она в центре. И она удалась. И поэтому сюжет, состоящий из набора клише. И всего, что сразу представляется, когда слышишь Лара Крофт с такой Ларой во главе, нормально тоже заходит. Он супер простой и супер предсказуемый. И призван чисто связать хоть как-то разные места действия и оправдать постоянные моментальные перемещения. Каждый эпизод новая локация. Другой конец света, чтобы не заскучать. Древние храмы, пещеры, подводные проходы, ловушки, загадки, секретные тропы, активируемые спрятанными механизмами. Правильная последовательность действий, зашифрованная в окружении. Затерянный кусок доисторического мира, конечно же, куда тысячи лет не ступала нога человека. И именно главная героиня все это должна обнаружить. Погони, драки, поиск артефактов, изучение карт и древних посланий. Обязательная сцена в поезде и езда на мотоцикле. Полет на самолете и прыжок с парашютом. Тайная могущественная организация, берущая начало от ордена тамплиеров. Абсолютно все это я знал, что здесь будет. И ждал этого. И это сразу угадываешь, но я и был полностью готов к такому раскладу. Я люблю весь этот классический приключенческий движняк. И скучал по нему, оказывается. Давно в этой атмосфере приключений и исследований не находился. Со времен Lost Legacy, наверное. Ну или экранизации Uncharted, как раз. Поэтому меня вообще не раздражали штампы. Не бесили наилегчайшие телепорты из страны в страну. Условности в виде подвига пять фигур и проход откроется. Наступи на нужные платформы, чтоб не умереть. Салют играм, как и не с первого раза выполненный пробег по стене с тросом. Прикольно, что магические и мистические аспекты здесь в ходу нечто само собой разумеющееся. Духи, оживающие статуи, превращение в существ всяких. Динозавры вон даже под конец. Но печально, что внимания этому уделили мало. Сначала вроде и заявили сразу, а потом как-то подзабили. И с духом во второй серии вообще тупняк. Нафига ему нужно было порабощать детей, если он оказался типа добрым. Странный момент, ноль объяснений. Еще из откровенно тупого, это раздетые герои на морозе. Лед кругом, снег, ветер вьюга, а Лара поливает в маечки. И Кент ее в тонкой кофте. Костюмы разные, всегда же были во всех частях. Этот момент всегда был продуман и персонажи одевались в соответствии с погодой. А тут нет. Еще и нырнула потом героиня и легкими ударами ледоруба под водой разрубает глыбы льда. Зато заценил я микромомент с задержкой дыхания и новым рекордом. На общем фоне посредственности сюжета примечательно, что такой детали уделили внимание. Музыка дефолт дефолтом, чисто фон. Заполнение вообще без попыток запомниться. В общем, сама Лара Крофт хороша, а вот сериал про нее со многих сторон весьма сомнительный. Пишите вы свои мнения, если посмотрели. Поставьте лайк, если согласны. Спортите со мной в комментах, если нет. И да, всем спасибо, всем пока.